Мне на днях попалось название ролика «Что хочет мужчина от женщины в отношениях». И для меня совершенно непонятно, как вещающий может вещать, исходя из только однобокой позиции. Для того, чтобы считаться мастером или гуру, или просто даже ощущать герметичность и настоящее присутствие, человек всегда должен ощущать в самом себе две ипостаси, вставить себя на место противоположной ипостаси обязательно, не важно, мужчина это или женщина. И, соответственно, тогда вещающий должен обязательно говорить не только о том, что хочет мужчина от женщины, но говорить и знать то, что хочет женщина от мужчины. А тогда получается, если человек этого не делает, что это пренебрежение, это деспотизм, это авторитарность, это нежелание просто чувствовать вот эту равнозначность, чувствовать, что человек никогда не бывает разделен. Ведь иллюзия данной реальности заключается в том, что человек верит, что его вторая половинка бродит где-то в этой реальности. Скажем так, с точки зрения данной реальности, конечно, есть тот другой человек, который будет отвечать за этот алгоритм, за эту формулу. Но самое главное, самый главный формат – это то, как человек обнаруживает вторую половинку в самом себе. То невскрытое, то неактивированное, то неузнанное, то, которое человек не ощущает. Потому что я часто прибегаю к такому примеру, когда человек гипотетически, если моделировать, остается один, неважно в лесу или на острове, он активирует в себе все эти факторы, все эти признаки, все эти характеристики, все алгоритмы. Он будет вынужден быть этой целостностью, он должен будет быть другом самому себе, он должен будет жениться или выйти замуж за себя, он должен быть центрированно, целостно самим собой. А иначе вот эта война двух полов, это противостояние, это перетягивание каната никогда не закончится и никогда не приведет к балансу гармонии. И так странно, что вещающий, который ставит себя на позицию некого мастера, некого гуру, априори не ощущает и не знает подобных вещей. Недопустимо мастеру, который таковым себя считает, говорить только с позиции одной чистоты или одной ипостаси, с позиции какого-то одного гендерного положения и формата. Когда человек не обнаружил вот эту раздробленность, не обнаружил отсутствие целостности в самом себе, что он делает? Он пытается компенсировать поиском снаружи. Но человек не ведает об отражательном принципе данной реальности. То есть если человек находится в стадии недостаточности, в стадии недовольства, в стадии неполноценности, то он все время будет воспроизводить чистоту недовольства и неполноценности. В отношениях ли он будет, без отношений ли он будет. Потому что он будет именно воспроизводить то, что он есть внутри, сам собой. Поэтому ключ заключается, что внешняя картина всегда показывает человеку, на что обратить внимание, что ощутить собой. Что если ты хочешь ощущать это довольство, баланс, это счастье, ты должен ощутить это самим собой, сам на сам. И когда ты есть эта целостность, когда ты есть эта центрированность, когда ты есть эта наполненность и герметичность присутствия, тогда зеркало реальности обязано будет тебе отразить именно эту чистоту. Я не говорю обязательно, сто процентов строго, что это будет молниеносное знакомство с противоположным полом, молниеносное счастье, молниеносная вот эта формула, жили долго, счастливо, умерли в один день. Нет, не обязательно. Человек может быть и один, но он будет наполнен собой. Я ни в коем случае не прибегаю к тому, что человек должен быть либо с кем-то, либо один. Но я говорю вот о чем. Что человек должен быть самим собой в себе по-настоящему, ощущая это, осознавая это, и уже потом, естественно, осмысляя это, но никогда наоборот. А когда такие вещающие говорят о каких-то формулах, мужчины с Марса, женщины с Венеры, еще какие-то там приписывают всякие ретроградные Меркурий или еще какие-то нюансы, то эта иллюзия уводит человека в совершенно такие далекие дали, где человек вообще теряет какую-либо нить. Как же из этого потом выбраться? Как помочь самому себе? Как встретиться, наконец, с самим собой? Потому что компенсация другим человеком всегда приведет к аду, всегда приведет к страданию. И ключ хранится только внутри самого человека, у него самого. Здесь надо обратить внимание вот на что. Что информационное поле через те или иные информационные источники, будь то кино, книги, да, вещает о чем? Гипнотизирует человека на эту любовь, на поиск второй половины. И это не случайно. То есть человек выдвигается, как ослик за морковкой, за несуществующей целью. То есть он думает, что нужно найти кого-то вовне, что-то вовне, за пределами себя, и оно его осчастливит. То есть смотри, получается, если делать технический срез этого рисунка, что человек, обделенный чем-то, да, формат обделенности, недостаточности, человек вступает в отношения с кем-то в надежде, что компенсировать, наполнить ту пустотность, которая в нем образована путем вот этой недостаточности. И тогда человек становится стяжателем. Он начинает от другого пытаться заполучить что-то, что ему недостает. И чем больше он будет пытаться это заполучить, тем меньше у него это будет получаться. И тем дороже цен он будет за это платить. Когда человек пытается привлечь кого-то в свою жизнь, пытается сделать себя счастливым за счет другого человека, он обречен на страдания, он обречен на ад, который творит собственными руками. Он не ищет причину в себе, а начинает очень жестко зависать, обуславливаться поиском причины, поиском виноватого вовне. И он находит. И чем больше он находит, тем больше он остается в невидении об истинной причине, о стартовых эталонах, о стартовых программах, которые запускают это. Потому что человек – причина того, что он есть. Человек – причина того, какая у него жизнь, какой он в этой жизни, как он ее проживает. И смотри, что делает информационное поле. Оно подкидывает. Не та инкарнация, плохая карма, предки согрешили, ретроградный Меркурий, не та планета, много Марса в шестом-седьмом доме, не знаю каком. И еще какое-то. Не то имя выбрали родители. Вот есть удачные имена, а есть неудачные. И человек начинает искать не та, он ищет виноватого там, где его никогда не существовало. Но опасность заключается вот в чем. Он слишком много энергии, времени, присутствия себя тратит на поиск виноватого, на эту чистоту. А как происходит поиск? Путем трансляции туда светимости. Потому что чем больше человек обусловлен, чем больше он туда транслирует свое внимание, свое присутствие, туда утекает энергия света, энергия жизни, энергия дыхания. И человек не замечает, как он растрачивает самого себя на поиск несуществующего врага. Есть такая фраза, я часто ее применяю. Величайший враг прячется там, где ты меньше всего его будешь искать. Величайший враг – это ты сам. Это неведение, собственно, неведение о самом себе. Это доверие мышлению, это доверие уму. А должно произойти разотождествление с умом, разотождествление с мышлением. Должно произойти развлечение, когда ты точно ощущаешь, что вот она позиция себя, и вот она позиция взаимодействия с мышлением. Но не ты, как само мышление, не ты, как погружение в это мышление, обуславливание им. Потому что лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии, о чем это? Должна быть дистанция, должен быть интервал, воздух между собой и мышлением. Человек же, неведая, находится в позиции жертвы априори. И неважно, сколько хороших книг он прочитал по его мнению, неважно, сколько цитат он складирует у себя на стене в соцсетях, абсолютно все неважно. Да неважно даже сатсанги, которые он посещает. И это ни о чем. Это как складывать коробки с воздухом и говорить, что у меня теперь воздуха стало больше. Не стало. Но залог баланса, залог человеческого счастья заключается в обнаружении целостности самого себя, сути самого себя. Для этого надо познакомиться с собой, познакомиться осознанно. Не как идея. Сейчас я буду с собой знакомиться. Конечно, это утопия. А именно стать абсолютно слушающим и слышащим, абсолютно ощущающим, абсолютно осознающим эти ощущения. На практике мы много об этом говорим. Я сопровождаю человека вот в этом пути по вскрытию внутреннего водительства, внутреннего проводника в самом человеке, чтобы он никогда больше не зависел от чего-либо внешнего или от кого-либо внешнего. Это не значит, что у него не будет взаимоотношений, взаимосвязей. Будут. Но он будет являться опорой. Опорой себя. Опорой жизни. Опорой реальности одного. Опорой жизни.